Сейчас вы видите кадры уникального события. Первой в истории человечества конференции по проблемам внеземного контакта. Она состоялась в октябре 2010 года, сразу же после того, как при ООН было создано официальное представительство по связям с пришельцами. На конференцию собрались самые именитые астрофизики нашей планеты. В результате они составили торжественную речь, которую Мазлан Атман произнесет в случае инопланетного контакта. Кроме того, участники необычного совещания утвердили вот такой флаг. Флаг всего человечества. На нем изображена наша Земля, ее спутник Луна и Солнце. Но самое главное, специалисты подписали протокол, согласно которому только члены космического посольства имеют право общаться с внеземными собратьями. Без предварительного разрешения даже правительства влиятельных государств не могут отвечать на сигналы из космоса. В ближайшее время главы 193 государств, входящих в ООН, должны ратифицировать это международное соглашение. Нужно иметь в виду, что если за Землей ведется наблюдение, то совершенно очевидно, что инопланетный разум видит, с какой скоростью идет развитие человеческих технологий, с какой скоростью идет развитие производительных сил, науки, техники на Земле. И, безусловно, на каком-то определенном этапе они могут проявить к нам интерес. Может быть, военного свойства, а может быть и невоенного. Почему вдруг на заре третьего тысячелетия в Организации Объединенных Наций решили создать комитет по связям с пришельцами? Зачем надо было собирать съезд со всемирно известными астрофизиками? И, наконец, к чему вся эта спешка? Многие исследователи уверены, так происходит лишь потому, что в ближайшее время человечество действительно может вступить в контакт с представителями инопланетной цивилизации. Глупо было предполагать, что во всей Вселенной существует одно Солнце, одна Земля, одна планета. Мы уже знаем, что сейчас открыты другие планеты вокруг других Солнца и есть очень похожие на Землю. То, что в ближайшее время может состояться инопланетный контакт, трудно поверить. Ведь до сих пор ни один пришелец к нам не прилетал. По крайней мере, научно доказанных фактов этому нет. И это при том, что человечество существует на Земле не одну сотню тысячелетий. Так почему же именно сейчас внеземной разум должен нас посетить? Может, это всего лишь вымысел? И во Вселенной мы все-таки одиноки? Эксперты в области исследований космоса уверены, что рано или поздно пришельцы обязательно нас навестят. И этому есть научное подтверждение. Формула известного астрофизика Франсиса Дрейка. С ее помощью ученым удалось выяснить, что за пределами Земли и в самом деле может существовать множество инопланетных форм жизни. Вселенная, которая на сегодняшний день нами изучена, она устроена одинаковым образом, действует по одним и тем же законам. Если эти законы, которые привели к формированию человека на нашей планете, действуют в других местах Вселенной, то вполне естественно предположить, что и там будут существа вроде нас свай. Еще в 1960 году Франсис Дрейк сформулировал знаменитое уравнение, согласно которому во Вселенной существует бесчисленное количество галактик. В каждой из них есть звездные системы, напоминающие нашу, солнечную. И среди них миллионы планет, напоминающих Землю. На сотнях тысяч из них могла зародиться жизнь, а на десятках тысяч эта жизнь могла развиться до нашего уровня. Это значит только одно. Когда они... Вязи используются через сто лет. Будут ли иные цивилизации думать так же, как мы думаем сегодня? Если нет, тогда что мы ищем? И вот эти вопросы являются очень глубокими, очень философскими, очень важными. И поэтому вот время от времени ученые собираются на свои конференции. Со времен отправки первого послания инопланетным соседям прошло уже больше 40 лет. Так и не получив на него никакого ответа, человечество и сегодня продолжает отсылать космические сообщения. В 1977 году на борту космических аппаратов Voyager 1 и Voyager 2 были установлены позолоченные пластинки не только с изображениями землян, но и с аудиозаписями детского смеха, живой природы и классической музыки. А совсем недавно астрофизики даже придумали особый язык для общения с пришельцами. Он называется протокол Меди. При помощи крупнейших обсерваторий США, Европы и России ученые ежедневно транслируют во Вселенную простые слова. Привет, человек, Земля. Это необходимо для того, чтобы выйти на связь задолго до встречи с представителями инопланетной цивилизации и рассказать им о том, кто мы, и о том, что мы настроены мирно. Проблема, которую мы сегодня изучаем, связана в первую очередь с проблемой поиска этих внеземных цивилизаций. Как их обнаружить в этих безднах космоса? И вот здесь вопрос об эволюции нашей земной цивилизации может оказаться ключевым. Вообразите себе, что мы такую проблему поставили бы лет 200 назад. Радио не было, телевидения не было, даже телеграфа по проводам тоже не было. И проблема поиска этих цивилизаций на другой какой-то планете, они, в общем-то, сводили к шаманским камланиям, вроде как, где-нибудь в Африке, вожди племени решат построить огромный барабан и бить в него с такой силой, чтобы на Луне было слышно. Однако, если на космические сообщения до сих пор никто не ответил, то почему официальное межгалактическое посольство при ООН было открыто именно сейчас? Зачем оно нужно? Оказывается, в 2010 году директор планетарного центра Чеботт Алекс Барнетт вместе с коллегами, исходя из последних астрофизических данных, попытался решить уравнение Дрейка. Результат, который он получил, стал научной сенсацией. Ведь если подсчеты верны, то первый контакт с пришельцами состоится уже в 2025 году. Астрофизики установили, что во Вселенной может существовать около 10 тысяч высокоразвитых инопланетных цивилизаций, и хоть одна из них непременно наткнется на нас в ближайшее время. Самая примитивная, самая простенькая цивилизация, она должна владеть хотя бы энергией, в рамках той энергии, которую получает планета от своего светила. Это будет первый тип цивилизации. Второй тип цивилизации, это та цивилизация, которая будет уже обладать энергией, которую вообще все светило выдает. И, наконец, третий тип цивилизации, это которая вообще в рамках своей собственной галактики энергии располагает. Она уже наверняка будет путешествовать по Вселенной с помощью изготавливаемых специально кротовых нор или еще каких-то неведомых нам приспособлений, которые потребуют уже невероятной затраты энергии. Но они этой энергией обладать будут. Это выдающийся ученый нашего времени, автор множества научных книг, нобелевский лауреат, профессор Стивен Хокинг. Несмотря на страшную болезнь, которую уже 50 лет держат его прикованным к инвалидному креслу, он и по сей день продолжает совершать открытия в области астрономии. В 2010 году на одной из международных конференций, посвященных исследованию Вселенной, Хокинг сделал ошеломляющее заявление. По словам астрофизика, если в скором времени человечество встретится с инопланетной цивилизацией, то нас, скорее всего, ждет полное уничтожение. Просто потому, что это будет не мирный визит, а вторжение за воевателей. Не стоит рассчитывать, что внеземной разум нас чему-то обучит или устроит путешествия на свою планету. Они придут, чтобы завоевать нас, как в свое время конкистадоры колонизировали Америку. Если это действительно так, если профессор Хокинг не ошибается, что же случится, когда вооруженная до зубов звездная армада окажется на орбите Земли? Некоторые эксперты считают, что как только наши радары засекут колонизаторов, соберется экстренный совет из глав государств и лучших боевых генералов всего мира, которые создадут объединенные вооруженные силы Земли. В боеготовность будут приведены все противоракетные и противовоздушные комплексы планеты, а в воздух поднимутся тысячи новейших истребителей с ядерным оружием на борту. Однако технологии пришельцев могут быть настолько развитыми, что их броню невозможно будет пробить, а дальность и мощность их орудий уничтожат любой земной самолет задолго до того, как тот его обнаружил. Нам нечего противопоставить цивилизации, которая управляет временем и пространством, которая создает корабли, способные преодолевать межпланетные и, возможно, межзвездные расстояния, и владеющие, конечно, такой техникой принципы, которые мы еще не понимаем. Но если битва цивилизаций все-таки произойдет, то чем человечество сможет ответить агрессивным соседям? Неужели мы проиграем эту космическую войну? Многие эксперты уверены, что нет. Ведь на закрытых военных полигонах ежедневно испытывается секретное оружие, способное без проблем уничтожить не только мощную космическую армаду, но и целую планету. Американские военные первыми осознали, что в случае столкновения с неземной цивилизацией те технологические и технические проблемы, которые у них возникнут, будут несопоставимы с теми вызовами, которые они когда-либо испытывали в ходе боевых действий против других земных держав. Поэтому Соединенные Штаты еще с 40-х годов значительные средства инвестируют в разработку оружия, способного не только обеспечивать победу на поле боя на земле, но и отвечать потенциальным угрозам. В этом вся американская военная психология. Пытаться предположить противника не только существующего сейчас, но и того, который появится в будущем. На этих кадрах испытания новейшего оружия армии США гиперзвуковой крылатой ракеты «Вейврайдер». Она способна развивать скорость до 7 тысяч километров в час. Это в 25 раз быстрее скорости самых быстрых спортивных суперкаров. «Вейврайдер» разрабатывается в Пентагоне в рамках программы «Быстрый глобальный удар». Это значит, что она способна уничтожить объект, находящийся в любой точке Земли, в течение одного часа. То есть в случае инопланетной угрозы «Вейврайдер» может практически молниеносно сбить любую ракету противника или перехватить вражескую цель еще на подходе к орбите Земли. А значит, он способен воевать прямо в открытом космосе. Проект «Вейврайдер» рассматривается компаниями «Боинг» и «Праттон-Витни», которые разрабатывают, соответственно, планер и двигательную установку как первый шаг на пути к созданию гиперзвуковых летательных аппаратов, которые передвигаются с огромной скоростью и способны проходить потенциальное ПВО противника. Но нужно отдавать себе отчет. Дело в том, что для решения тех военных задач, которые стоят у Соединенных Штатов сейчас против обычных земных противников, гиперзвуковой летательный аппарат не нужен. Современные сверхзвуковые летательные аппараты прекрасно справляются с этой задачей. Сегодня «Вейврайдер» испытывается на стратегических бомбардировщиках ВВС США «Старфортресс». При старте ракета она отделяется от самолета и пару секунд находится в свободном падении, после чего запускается гиперзвуковой воздушно-реактивный двигатель, который разгоняет «Вейврайдер» до огромной скорости. Полетом этой ракеты можно управлять из командного пункта, задавая точные координаты вратовского объекта и корректируя изначальную траекторию. Достигнув цели, ракета детонирует, пробивая даже самый прочный металл на Земле – титан. А значит, теоретически она сможет уничтожить и любой сверхтвердый сплав с другой планеты. Разработка ракеты «Х-51А» с гиперзвуковым двигателем – это задел в плане разработки вооружений, которые смогут решать широкий спектр задач, в том числе не только на Земле против обычных соперников, но и потенциально против инопланетного вторжения. Американцы первыми поняли, что если случится на Земле инопланетное вторжение, и его вероятность нельзя исключать, американцы сами основали свою нацию, уничтожив индейцев и захватив их ресурсы. Вторжение инопланетян на Землю будет иметь такие же последствия для землян, какие имело вторжение испанских колонизаторов на территории американских конкурентов. Если корабли пришельцев все-таки вторгнутся в атмосферу, отбить атаку внеземного завоевателя можно будет попытаться и при помощи вот такой установки. Это боевой лазер «Скайгард». Он способен поразить цель уже через секунду после ее обнаружения. То есть инопланетный враг будет нейтрализован еще на подступах к нашей Земле. «Скайгард» разработали израильские конструкторы при участии американских оружейников. Он представляет собой передвижной лазерный комплекс, который в кратчайшие сроки может быть развернут в любой точке земного шара. Когда система запущена, в радиусе нескольких десятков километров возникает невидимый пузырь. Если противник попадает в зону досягаемости «Скайгарда», тот моментально активируется и уничтожает его. Огромная скорость распространения света, отсутствие влияния на лазерный луч, радиопомех и электронных помех, на котором очень подвержены обычные зенитные ракеты. А самое главное, в случае с пуском ракеты, если пуск ракеты прошел неудачно, ракета отклонилась от курса или просто летательный аппарат развил большую скорость, чем ракета, уничтожение срывается. В случае с лазерным лучом представляется возможность проводить многократный обстрел цели до тех пор, пока она не будет уничтожена. Кроме передвижного мобильного пункта, «Скайгард» можно поставить на боевые корабли, самолеты и даже на военные спутники. А значит, с помощью нескольких таких лазерных установок для защиты от инопланетных врагов можно создать целую космическую ПВО. Современная система ПВО, в основном основанная на ракетах, которые имеют существенные ограничения по скорости передвижения, по динамике, достаточно эффективны против земных летательных аппаратов. Зенитные ракеты летают быстрее и более маневренно, чем любой самолет, и позволяют сбивать их с очень высокой степенью вероятности. Однако, против кораблей-пришельцев, обладающих колоссальными техническими возможностями по изменению направления движения, по набору скоростей, недостижимых для обычных аэродинамических летательных аппаратов, в том числе для зенитных ракет. Единственный способ их уничтожения, это лазерная установка, которая поражает цель мгновенно, со скоростью света в 300 тысяч километров в секунду. В случае, если и мощный химический лазер не сумеет удержать обороны Земли, и армия инопланетных бойцов все-таки ступит на нашу планету, отстаивать право на светлое будущее станут простые пехотецы. Их снабдят особыми снайперскими системами «Экзактор». Такое оружие стреляет умными патронами, которые сами меняют траекторию полета в зависимости от перемещения цели. Это стало возможным благодаря встроенному электронному чипу, который самостоятельно отслеживает положение врага. А значит, какой бы скоростью ни обладали инопланетные колонизаторы, интеллектуальная пуля все равно настигнет их. Система включает в себя несколько элементов. В первую очередь, разработку компактных источников энергии, потому что в настоящий момент основной проблемой является отсутствие достаточно компактных источников энергии, позволяющих корректировать полет снаряда. С другой стороны, разработка новых систем управления, которые позволят реализовать принцип «выстрелил-забыл». То есть снайпер фиксирует цель, производит по ней выстрел, и после этого может покинуть огневую позицию. Эксперты уверены, что в войне с инопланетным захватчиком, чтобы снизить потери среди личного состава, армии мира будут использовать роботизированные войска. Беспилотные летательные аппараты, лодки и боевые машины. Например, такие. Это детище американских оружейников под кодовым именем РИПСО. Он самый быстрый среди существующих на Земле роботов. Всего за 5,5 секунд РИПСО разгоняется до 130 км в час. А все потому, что под капотом у него 650 лошадок. А значит, машина в состоянии вести огонь на огромной скорости, оставаясь практически неуязвимой. Но самое главное другое. Робот абсолютно самостоятельен. На поле боя ему вообще не требуется вмешательства со стороны человека. Дело в том, что у РИПСО есть компьютерный мозг, который помогает ему решать, как вести себя в той или иной ситуации. Открыть огонь, оставаться в укрытии или выкурить противника. Робот РИПСО очень характерен для общего направления и развития современной робототехники. В первую очередь, машина сделана максимально автономной. То есть основное количество решений принимает самостоятельно компьютер на основе информации, приходящей на него сенсоров. РИПСО может похвастаться самым разнообразным оружием. Начиная от зенитного пулемета и заканчивая среднекалиберной танковой пушкой. А еще дымовыми гранатометами и установкой с химическими реагентами на случай, если инопланетян потребуется усыпить, парализовать или поджечь. Реализована модульность установки вооружения. Робот может использоваться для решения самых разных задач. Это могут быть разведывательные задачи, патрульные задачи, а также задачи уничтожения каких-то высокоприоритетных целей. Мы знаем, что наиболее опасные миссии это миссии патрульные и разведывательные, в которых угроза может прийти откуда угодно. Сможет ли человечество одержать сокрушительную победу при помощи этих разработок, пока неизвестно. Ведь мы точно не знаем, какие именно технологии будет использовать инопланетный агрессор, если все-таки нападет. Многие эксперты утверждают, что в этой межгалактической войне люди могут потерпеть полное поражение. Мало того, некоторые исследователи считают, что такое уже случалось сотни тысячелетий назад. К такому выводу специалисты пришли, когда изучили фотографии Луны, сделанные космическими аппаратами НАСА еще 40 лет назад. Выяснилось, что земной спутник может оказаться древним артефактом, разрушенным и давно покинутым военным кораблем инопланетных пришельцев. Вот эти изображения Луны передал межпланетный зонд НАСА на Землю в 1971 году. Посмотрите, если взять оригинал фото, то на нем едва заметны очертания и контуры загадочной постройки. Но стоит чуть высветлить кадр и увеличить резкость, и мы увидим прозрачную башню, стоящую прямо на лунном грунте. А это еще один снимок, обработанный таким же образом. На нем отчетливо виден сферический объект из материала, напоминающего стекло. А на этих кадрах запечатлены руины, похожие на дороги, гигантские тоннели и даже обломки целого города. У меня было зафиксировано большое количество куполообразных сооружений, которые перемещались и исчезали. И вот эти вот куполообразные сооружения, по-видимому, скорее всего, являются, так сказать, продуктом деятельности представителей иного разума. Так что же это за таинственные развалины на поверхности спутника Земли? Многие исследователи уверены, загадочные сооружения не что иное, как элементы обшивки и вооружения огромного космического корабля, Луны. Она была выведена из строя много тысячелетий назад. На Луне вела деятельность какая-то сверхцивилизация. Сверхцивилизация. И она оставила после себя остатки гигантских машин, размеры которых многие километры. Оставила развалины городов и так далее. С деятельностью вот этой вот сверхцивилизации связаны космические войны, часть которых отражена в индийском эпосе Махабхарата. Это представляет из себя, так сказать, некий элемент вооружения, который использовался вот в таких вот глобальных космических схватках. Может, это и так? Но где же тогда сама кабина космического лунного корабля? Где помещение, из которого велось управление? И где сидели инопланетные пилоты? Эксперты предполагают, двигатель, рули, рычаги и даже жилые отсеки находились внутри земного спутника. Под лунной поверхностью находится целая сеть подземных ходов, которые тянутся на тысячи километров, которые приближаются к полюсам Луны. и космические аппараты зафиксировали входы вот в эту систему. Луна вообще является космическим кораблем колоссальной величины. И вот этот космический корабль был, так сказать, выведен на орбиту вокруг Земли и стабилизировался на этой орбите. В частности, вот в пользу вот такой гипотезы об искусственном происхождении говорит тот факт, что древние, древнейшие источники отмечают, что примерно 12 тысяч лет назад Луны около Земли не было. Быть может, огромный космический корабль все еще проявляет активность? Ведь иногда на поверхности спутника Земли видны сияющие взрывы газа, как будто двигатель этого гиганта до сих пор похрипывает и пытается завестись. А иногда на Луне появляются кратковременные яркие вспышки, похожие на мерцающие габариты, как у наших межпланетных автоматических зондов. Все эти лунные аномалии уже не первый год фиксируются в специальном каталоге НАСА. На сегодняшний день в него включено более 500 разнообразных случаев, не поддающихся никакому логическому объяснению. Исследователи лунных аномалий не сомневаются. Подобные вещи могут происходить из-за того, что еще функционирующие автоматические бортовые системы древнего крейсера пытаются запустить резервное питание и оживить корабль. Астрономы и астрономы-любители наблюдали свечение в различных кратерах на Луне. Некоторые кратеры то исчезались, то появлялись. Есть Аристарх и Геродот два кратера в океане Бурь, рядом с ними такая трещина, и вот там они тоже постепенно меняли свой блеск, цвет, яркость и так далее. То есть то, что называлось нестационарными явлениями на Луне. Правда, по мнению последователей теории искусственной Луны, завестись этот боевой корабль не сможет никогда. Просто потому, что он слишком сильно пострадал при бомбежке во времена Первой межгалактической войны. Посмотрите на эти кратеры. Ими усыпана почти вся лунная поверхность. Удивительно, но большинство кратеров, как на подбор, имеют одинаковый диаметр и равно удалены друг от друга. Но как получилось, что астероиды, сталкивающиеся с Луной, все без исключения имели одинаковые размеры массы? Исследователи уверены, такое возможно только в единственном случае, при ковровой бомбардировке ядерными снарядами. Если кратеры на Луне действительно следы от ядерных ударов, то получается, что миллионы лет назад на нашей планете существовала цивилизация, которая была развита не хуже, чем наша. Но куда же тогда исчезли продвинутые люди Земли, бомбардировавшие Луну ядерными снарядами? По мнению специалистов, они погибли, сражаясь в звездном бою за нашу планету. К такому выводу эксперты пришли, исследовав земной ландшафт. Оказалось, что и на Земле есть множество похожих на лунные ядерных отметин. А значит, по древнему человечеству велась ответная ядерная бомбежка. Мы знаем, что и сейчас на Земле разрабатывается тектоническое оружие, то есть термоядерные заряды сверхвысокой мощности, которые позволяют не просто уничтожить какой-то конкретный объект, а вызывать землетрясения, смещение плит земной коры и колоссальные экологические изменения. В этом плане возможно предположить, что применение такого рода оружия на территории, на Земле, оно как раз вызывало такие последствия. Сторонники теории первой межгалактической войны утверждают, следов от удара космических ядерных бомб на Земле не так уж и много, потому что многие воронки скрыты под водой, которая окутывает большую часть нашей планеты, а некоторые наверняка находятся в густых тропических лесах, куда не ступала еще нога человека. Но некоторые следы космической бомбежки экспертам все-таки удалось обнаружить. Посмотрите, эта гигантская воронка расположена в Южной Африке. Ее диаметр 120 километров. Она самая крупная из всех найденных на Земле. По мнению исследователей, образоваться такая воронка могла только от ядерного удара. Удивительно, но даже если одновременно взорвать все существующие боевые снаряды нашей планеты, они не смогут оставить такую огромную вмятину. А значит, если первая межгалактическая война и в самом деле была, в руках инопланетных колонизаторов было очень мощное и разрушительное оружие. Мы знаем по описаниям, что человеческая раса испытывала колоссальные испытания, связанные с значительными катаклизмами. Это не только свидетельства, которые имеются в Ветхом Завете, и многие события, описанные там, в значительной степени легче объяснить использование, например, термоядерного оружия, нежели какими-то природными катаклизмами. Многие ученые с такой точки зрения не согласны. Они утверждают, что воронок, похожих на африканскую, на Земле обнаружено больше сотни. В Канаде, Америке, Австралии и даже в России. Но это еще не значит, что они результат какой-то космической ядерной войны. Вполне возможно, что это лишь следы от астероидных ударов. 60 миллионов лет назад какое-то тело врезалось в землю, при этом образовался огромный Чехселубский кратер на месте сегодняшнего Мексиканского залива. И в результате этого удара произошли такие климатические изменения на Земле, что погибло примерно 70% всего живого вещества. Нам это событие известно по гибели динозавров. Может, это действительно так? Может, огромные воронки на поверхности Земли в самом деле следы от упавших астероидов? Но как тогда объяснить залежи тектитов неподалеку от них? Это похожий на стекло материал, который появляется от воздействия на окружающую среду сверхвысокой температуры. Как в ядерном ударе, когда плавится даже камень. Упавший на поверхность планеты метеорит просто не способен нагреть до такой степени залегающие породы. Кирпич плавится, гранит течет, металл фактически сплавляется с металлом, превращается в нечто какое-то единое. То есть такая температура возникает, такое воздействие, колоссальная температура вдруг возникает в каких-то местах. И вот происходит вот такое вот, то есть горит все, вот все, что может гореть, да оно горит. Еще одним доказательством точечных ядерных ударов по древней земле исследователи считают руины Саксуаман в Перу. Сегодня от этой крепости остались только полуразрушенные зигзагообразные стены. Они стоят в три ряда и возвышаются друг над другом. Археологи установили, что раньше здесь были башни и каменные дороги, но все это исчезло после какого-то очень мощного взрыва. Его следы можно увидеть на уцелевших гранитных блоках. На них, так же, как и около гигантских воронок, была найдена стеклоподобная порода. Образование вот такого рода оплавленных пород, как тектиты, оно гораздо больше похоже на ядерный взрыв, когда температура и давление сохраняются в относительно продолжительное время, если сравнивать, например, с моментом просто удара. И процесс оплавления проходит гораздо дольше. То есть, безусловно, то количество тектитов, но и другого рода оплавленных пород, которые мы сейчас знаем на Земле, его невозможно определить просто столкновением с метеоритами. Недавние исследования Саксуаман показали, раньше стены возвышались на 20 метров. Сейчас же высота двух внешних стен 9 метров, а внутренней всего 5. Возможно, из-за мощной ударной волны они осыпались, устоявшие же камни оплавились. Они уцелели только потому, что эпицентр взрыва пришелся точно в середину крепости. Расположенные там сооружения и находящиеся неподалеку люди мгновенно превратились в пыль. Вот башня, например, которая внутри, да, там вот эти вот природные камни, которые мы созданы, но он просто потек. Да, то есть внутри была такая температура, да, что утек гранит фактически. Да? Вот. Площадка, например, на которой эти сооружения, да, оно превращает, представляет собой стекло, по сути, да, то есть вот песок, который был, да, там земля, да, она остекленела. Официально археология отвергает любые версии о космической ядерной войне. Согласно общепринятой версии, крепость Саксуаман построили инки. Но сторонники теории древних межзвездных войн ни за что не хотят в это верить. Они утверждают, что древние индейцы никак не могли построить этот огромный форт, сложенный из идеально подогнанных каменных блоков весом по 200 тан. Исследователи уверены в том, что индейцы просто заняли эту крепость, разрушенную в результате ядерных войн задолго до их появления. Колоссальные блоки, они сейчас-то неподъемны для нашей техники, многие из них, да, ну, скажем так, обычный подъемный кран, да, не справится, например, да. Портовый кран, да, ну да, может там некоторые блоки, да, но есть там такие, да, которые не поднимет и портовый кран, да. То есть, как их ворочали, непонятно. В 2010 году специалисты из университета Кусков в Перу провели на территории крепости Саксуаман замер уровня радиации. Удивительно, но результаты этой экспертизы до сих пор не разглашаются. Если окажется, что радиоактивный фон в месте расположения древнейшего артефакта завышен, сомнений в произошедшем когда-то ядерном ударе не останется ни у кого. Неужели и в самом деле в далеком прошлом нашу планету могли разбомбить? Неужели из-за этого могла погибнуть предыдущая высокотехнологичная раса? Ведь не вся же планета испещрена огромными воронками и ударными кратерами. И не везде археологи находят расплавленный стеклоподобный материал. Исследователи уверены, что космическая ядерная бомбардировка Земли длилась недолго. И большая часть древнего человечества погибла не от обстрелов из космоса, а из-за начавшейся ядерной зимы. После бомбежки в разных уголках нашей планеты в воздух поднялись килотонны пыли и газа. Они заслонили Землю от Солнца. Наша планета начала остывать. Климат изменился настолько, что древние люди просто исчезли. Вполне возможно предположить, что этот очень быстрый замен, замена более примитивных хладнокровных животных гораздо более развитыми теплокровными и стремительное вымирание этих примитивных форм рептилий связано именно как раз с загрязнением атмосферы Земли огромным количеством пыли и газа. И с точки зрения современной науки мы знаем, что, конечно, реально единственной причиной может быть массовое применение ядерного оружия. В это трудно поверить, но многие исследователи считают, что в прошлом пришельцы бомбили не только Землю. Они твердо уверены в том, что раньше в Солнечной системе было на одну планету больше. И на месте пояса астероидов, который сегодня располагается между Марсом и Юпитером, висело еще одно небесное тело — Фаэтон. Вот эта планета будоражит мнением людей уже две сотни лет с лишним. Споры о ее существовании то возникают, то утихают. Но она так эти споры и не закончились. К выводу о том, что в древности в Солнечной системе существовало не восемь, а девять планет, ученые пришли, воспользовавшись правилом Тициуса Боде, сформулированным этими учеными еще в 18 веке. Его суть сводится к тому, что окружающие Землю небесные тела расположены на определенном расстоянии друг от друга. Рассчитать его можно при помощи обычной математической прогрессии, которую проходит еще в школе. Однако в цепочке планет есть один пробел на месте пояса астероидов. Исследователи уверены, космический мусор между Марсом и Юпитером на самом деле обломки Фаэтона, уничтоженного в далеком прошлом. Если такой удар произошел, тогда планета будет действительно разбросана по... уж по крайней мере в пределах нашей Солнечной системы. И естественно предположить, что часть вещества, которая где-то там была внутри, близко к ядру этой планеты, она останется почти что на той же самой орбите и фактически образует этот пояс астероидов, а остальные тела могут разлетаться в любых направлениях. И свидетельством этого мы можем признать существование ударных кратеров на тех планетах, на которых мы смогли их исследовать. Фаэтон являлся пятой планетой Солнечной системы. Как утверждают эксперты, он был очень похож на Землю, имел атмосферу, флору и фауну. Это стало известно благодаря изучению осколка исчезнувшей планеты, крупнейшего астероида Веста. При помощи космического зонда Даун на его поверхности обнаружили воду, минеральные вещества и даже бактерии. А значит на Фаэтоне скорее всего когда-то существовала жизнь. Возможно даже разумная. Структуры, которые мы нашли в этом метеорите являются, происходят от минерализованных остатков живых бактерий. Но если этот метеорит не мог прилететь с Марса, он скорее всего был именно обломком, фрагментом этой разрушенной планеты Фаэтон. Само по себе обнаружение цианобактерий в метеоритах и предположение о их прямой связи с разрушенным Фаэтоном дает очень много мотивов для размышлений. если на Фаэтоне действительно была жизнь если осколки астероидов когда-то и в самом деле были планетой то куда же все это делось? Исследователи космоса предполагают что разумные существа с этой планеты как и древние люди вступили в неравный бой с пришельцами и были уничтожены сокрушительным ударом инопланетной арматы. От ядерных бомбежек планета Фаэтон буквально разлетелась на куски. Но эти куски не отправились в далекое путешествие по Вселенной а были притянуты гравитацией Юпитера и повесили в космосе рядом с ним. Но самым серьезным аргументом против концепции Фаэтона было непонимание откуда взялись силы чтобы разрушить целую планету может быть размером с Землю. Вот это вопрос крайне серьезный потому что никаких сил кроме ядерных человечество долгое время не представляло а сколько нужно атомных бомб для того чтобы взорвать целую планету Сегодня человечество уже научилось управлять энергией атома передавать информацию безо всяких проводов создавать жизнь из клетки но люди лишь песчинка в безграничном космическом пространстве наполненном миллиардами планет звездных систем и галактик если где-то за вселенским горизонтом действительно есть могущественные и воинственные существа похожие на нас которые в эту минуту со скоростью света мчатся к земле то есть шанс что на этот раз битвы цивилизаций не будет ведь человек создан чтобы созидать а не разрушать быть может и нашим космическим соседям это не чуждо существуют 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 во вселенной другие цивилизации кроме человеческой чем на самом деле являются неопознанные летающие объекты и почему люди стали постоянно наблюдать их именно во второй половине 20 века давайте теперь вместе с вами понаблюдаем за хронологией изучения НЛО и попытаемся разобраться Итак в 1947 году в США произошел так называемый случай в каскадных горах когда американский бизнесмен Кеннет Арнольд сообщил о том что во время полета на собственном самолете видел в небе непонятные объекты похожие на летающие блюдца с 1952 года в США начались официальные исследования в рамках военно-морских и военно-воздушных сил Неофициальные исследования в СССР начались в 1970-е годы благодаря усилиям энтузиастов например популяризатора астрономии и доцента Московского авиационного института Феликса Зигеля Следующий значимый этап произошел 20 сентября 1977 года По массовым свидетельствам очевидцев над Петрозаводском появился объект по форме напоминающей медузу со светящимися расходящимися в стороны лучами Расследование очень скоро показало что наблюдаемый в небе объект это запущенная в это же время ракета с военного космодрома Плесецк Именно этот случай впервые попал в прессу и дал начало изучению НЛО в СССР Официальные исследования начались в 1978 году Теперь уже мало кого удивишь новостью о том что Советский союз не отставал от Соединенных Штатов в вопросе изучения проблемы НЛО на государственном уровне и даже обладал собственной засекреченной программой исследований носившие кодовое название сетка Проект существовал с 1978 по 1991 годы Сегодня лидером в области изучения феномена НЛО является Франция По мнению специалистов ГИПАН В большинстве случаев речь идет о естественных природных явлениях неправильно истолкованных наблюдателями Часть так называемых аэрокосмических явлений типа Д остаются неопознанными ввиду неточности наблюдений и низкого качества материальных свидетельств В России действуют сотни уфологических организаций и клубов Например Общество Космопоиск основанное в начале 1980-х имеет десятки филиалов по всей стране Официальные научные исследования проводятся только по программе Сети Поиск внеземного разума средствами радиосвязи Проанализировав весь массив открытых звезд российские астрономы составили список из 100 ближайших к Земле звездных систем Из них 58 потенциальные объекты Сети В последнем десятилетии с радиолокационного телескопа в Евпатории были отправлены три послания содержащие цифровую и аналоговую информацию Ответ ожидается не раньше 2059 года Но пока Вселенная молчит Результаты сети экспериментов отрицательны и деятельность внеземных цивилизаций не выявлена Давайте попробуем разобраться А может это все дело рук человеческих? Ученые по всему миру пришли к одному и тому же выводу 80% всех наблюдаемых НЛО это наши собственные ракеты Казалось бы как можно спутать ракету с летающей тарелкой? Дело в том что как только ракета поднимается достаточно высоко мы видим только факел двигателя и оптические эффекты Яркий источник света играет на облаках в тумане испускает радужные кольца спирали и так далее Причем длина факела двигателя на больших высотах составляет многие сотни метров и даже километров Самое удивительное заключается в том что людям часто не приходит в голову что наблюдаемые явления могут иметь отношение к какому-то космодрому Например Иркутск находится в трех тысячах километров от Байконура но когда стартует союз он проходит над нами точно через восемь минут а над Алтаем в это время идет третья ступень Когда мы смотрим на это из обсерватории это феерическое зрелище В 2009 году жители норвежского городка Тромсё были ошарашены страшным зрелищем светящейся вращающейся спиралью которая вылетела из-за горы Ну что про это можно было сказать Конечно это инопланетяне без вариантов На самом деле это были испытания российской ракеты булава которая стартовала с подводной лодки в Баренцевом море В 70-е годы прошлого века в Советском Союзе ежегодно запускалось до 120 спутников с космодромов Байконур и Плесецк то есть каждые три дня по спутнику Добавьте к этому запуски в США Китае Франции Японии и получите 200 с лишним пусков по всей поверхности планеты Все это видно на огромных территориях поэтому люди постоянно видели большое количество странных эффектов в небе не понимая что происходит Международная статистика говорит что порядка 10% всех НЛО это баллоны то есть аппараты которые легче воздуха Если вы смотрите на них издалека вы можете не опознать в чем тут дело Есть гигантские баллоны которые поднимаются на огромную высоту Есть шары зонды шары пилоты атмосферные обсерватории Их носят ветром неделями на высоте десятков километров через все границы Летательные аппараты для освещения во время ночных учений используют военные а простые граждане любят запускать китайские фонарики по любому поводу и случаю Еще 10% НЛО это земная техника В наше время стали очень распространены всяческие дроны количество которых будет только расти Так что прежде чем говорить о марсианах надо сначала перебрать все вышеперечисленные гипотезы А может это некие явления природы? Нужно сказать что есть и природные явления хорошо изученные и не очень которые иногда принимают за что-то мистическое гало облака северное сияние и другие Сейчас мы чаще всего смотрим в монитор или айфон и редко на небо поэтому многие естественные вещи кажутся удивительными Люди которые жили скажем в 19 веке видели то же гало день через день потому что в морозную погоду ледяные кристаллики в воздухе подсвечиваясь всегда дают оптические эффекты Физикой это описано давным-давно или например во время вулканической активности выбросы пепла частички которого трутся друг об друга сопровождаются электрическими разрядами это изумительно красивые явления во второй половине 20 века были обнаружены ранее неизвестные странные электрические явления на больших высотах в атмосфере до 100 километров которые были названы спрайтами эльфами и джетами это очень красивые светящиеся фигуры которые видно даже с МКС в октябре 1989 года мощнейшая серия вспышек на солнце привела к грандиозным магнитным бурям и полярным сиянием повсюду даже на низких широтах у нас газеты были полны сообщений что люди видели в небе какие-то красные светящиеся шары это тоже не очень частое но вполне естественное явление НЛО что уж греха таить часто является и порождением психики человека есть люди которые убеждены что все это правда если в прошлые века народ говорил о чертях бесах леших домовых то в наше время говорят о пришельцах в учебниках во психиатрии все это написано тот образ инопланетянина который когда-то был создан режиссером Стивеном Спилбергом оказывается стандартной картинкой для всех любая бабушка из самой далекой деревни или ребенок опознает этот образ это уже культурный код нужно говорить прямо многие НЛО продукт сознательных мистификаций а в наше время с возможностями фотошопа и интернета это вообще не проблема задумайтесь неспроста получается что всплеск сообщений о наблюдении НЛО пришелся на вторую половину 20 века что в точности совпадает с началом массового запуска спутников и ракет в 1947 году после окончания второй мировой войны американские военные начали испытывать на своем полигоне вывезенные из побежденной Германии немецкие ракеты попытка свести все неопознанные летающие объекты к одной причине тупиковый путь причин громадное количество и проблема эта остается открытой уфологам остается только систематизировать полученные от очевидцев сведения изучать артефакты и фотографии на предмет фальсификации и если инопланетяне действительно посещают Землю то они еще не раз напомнят человечеству о своем существовании а как вы считаете существуют ли в действительности эти все неопознанные летающие объекты или нас просто водят за нос на сегодня все понравилось поддержи пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал и подписывайтесь на наш канал и подписывайтесь и подписывайтесь за субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...